Мы с Егором ползем в пробки у Кремля. Посмотрели только что грандиозное расследование Навального про трусы Навального. Почему там про трусы Навального? Ну там самое главное, что все-таки трусы на них нанесли боевое отравляющее следование. По-моему, про то, что позвонил убийца. Ну да, окей, да, но убийца, что сказал самое главное, да, что на трусы нанесли это химическое оружие. Поэтому тяжело снимать и вести. Ну что, есть у молодого поколения вопросы-то про нашу власть? Ну а кто может свернуть с госин? Может, Госдума? Госдума всего боится. Там ребята такие, знаешь, чисто за Путина все. Хотя, ты знаешь, власть у Думы есть. И Дума может принимать любые законы. Прямо завтра. И в принципе, завтра, например, Госдума может собраться на заседание. И там 300 депутатов из 400 или 450-х там всего, да, вдруг голосуем. Импичкан Путину. Снять Путина с должности. А вот он, наш Кремль, да. Вот здесь все ходы, видишь, описаны все дела. Так что, Егорик, завтра утром готовься, да. Госдума посмотрит этот оглушительный ролик Навального. И снимет Путина с должностью. Ты понял, что это шутка? Да. Что-то не смешная, видимо. Не смеешься-то. Ну, если серьезно, я не очень представляю себе, что будет, если вдруг действительно вот завтра депутаты Госдумы проголосуют за импичмент Путина. Ну, на мой взгляд, после этого должны туда прислать автоматчиков, которые просто оцепили всю Госдуму. Всех депутатов должны после этого арестовать. И, ну, я не знаю, что скажет Путин. То ли он выйдет и скажет, что все эти депутаты оказались агентами ЦРУ, предателями Родины. Не знаю. Знаешь, если честно, говорят, что Путин нерешительный, и он вот в экстренной, в трудной ситуации не может быстро принимать серьезные решения. То есть, он долго готовится. Поэтому, если вдруг действительно завтра Госдума объявляет Путину импичмент, то, ну, я не знаю, что он будет делать. То есть, чтобы сразу прислать автоматчиков. Да еще и смотри, автоматчики ведь будут ехать на задания, а им в телеграм-каналах будут уже писать, что Госдума России проголосовала за снятие Путина с должности. Ёлки-палки. Будут эти автоматчики выполнять свой приказ так жестко или скажут, подожди, власть поменялась? Я не знаю. Какие вопросы? Да нет, могут выбрать нормальных, но чтобы Дума свергла Путина, нужно, чтобы они там, по-моему, 300 человек сразу проголосовали. Они же боятся. Действительно, власть главная в стране не президент, а Дума. И эти депутаты могут не только любые законы принять, но и действительно вынести импичмент Путину, то есть снять Путину с должности. Да. Ну, там он, соответственно, посадит. Кого посадят? Путину. Нет, не надо его сажать, просто снять с должности, и этого достаточно. И наоборот, обеспечить ему почетную пенсию, там все дела, кучу денег. Зачем ему почетную пенсию? Он уже своими деньгами вот так. Для него важен статус, для него важно, что это не просто его личные деньги где-то там, а это ему государство много платит. Но это как бы почет и уважение. Ну, а главное еще то, чтобы он просто воду потом не мутил, понимаешь, чтобы он не устраивал какие-то заговоры, не боролся за власть, не пытался что-то отомстить и так далее. Что вот, почет и уважение сняли Путина с должности, но уважаем его, говорим, что он классный, что он много сделал для страны за 20 лет. Спасибо большое, отдыхайте, Владимир Владимирович, дальше без вас. Это так грамотнее, значит, я тебе точно говорю. Хитрее, умнее и... Знаешь, Навальный, кстати, говорил как-то, что он, по-моему, за то, чтобы Путину дать гарантии, а не сажать его в тюрьму. Мне кажется, Навальный что-то подобное говорил. То есть, это очень грамотная политика. То есть, тем самым, так сказать, Путин и его окружение слышат. А Навальный-то не хочет нас сажать? Может быть, бог с ним, пусть он на свободных выборах победит и станет президентом. Ну, это было давно, это была наивная попытка Навального так вот повлиять там на Путина его окружение. Вот повлиял, видишь, да? Трусы Навального у нас теперь. Моему сыну Егору скоро исполнится 10 лет. Вы скажете, что я, наверное, слишком откровенно с ним говорю о самой опасной политике. Да нет, ребята, мой отец воспитывал меня точно так же. Я родился в очень бедной семье. У меня практически никогда не было денег у родителей, зарплата 100-120 тысяч рублей в месяц у обоих. У меня никогда не было своей комнаты. Но мой отец с детства мне объяснял, что советская власть – это сплошная ложь и издевательство над людьми. А вот это у меня висит приговор моему прадеду. 1930 год. Вот подлинник. Он был середняк. Середняк – это значит, что у него была одна лошадь, одна корова и веялка. И шестеро детей. И за это государство в 1930 году захотело, чтобы он сдавал ему 40 пудов ржи. А он сдал 34, больше не смог. И за это его судят. И в принципе он должен был отправиться в Сибирь. Но судья Капельман, царство ей небесное, решила, что он середняк, а не кулак. То есть не подпадает под это твердое задание. Под 40 пудов. И поэтому остался жив. И поэтому его не раскулачили. А между прочим, в 1930 и в 1931 году у нас в стране был голодомор. Умерло от голода 6 или 7 миллионов крестьян. И это официальная цифра, которую наша Государственная Дума признала и объявила всей стране. Что вот 6-7 миллионов умерли. А знаете, почему она это объявила? Что вдруг случайно кто-то не говорил, что умерло 10 миллионов крестьян. Чтобы не фальсифицировали историю. Это сделала та самая Государственная Дума, которая завтра, конечно, не вынесет импичмент Путину. Мы все понимаем правильно и правильно объясняем нашим детям. И вы с вами объясните, если хотите, чтобы ваши дети выросли людьми здравого смысла. Ну и если кому-то интересно, в какой семье вырос мой отец, такой антисоветчик, то вот, пожалуйста, мой дед, полковник. А вот мой дед в 45-м году в Берлине, лейтенант, он прошел всю войну от Москвы и до самого Берлина. И всю жизнь служил в армии, полковник. И вот у полковника сын был человеком здравого смысла. Мой отец, Валентин Пьяных. Он меня воспитал человеком здравого смысла, чего и вам желаю. Мой отец, Валентин Пьяных. А вот здесь ролик про дачу моего деда, которую он построил в 70-м году. И еще там достраивал, перестраивал. Мой дед и мой отец вдвоем своими руками ее строили вот такую круглую, интересную. А я мальчишкой помогал, ну как мог, сколько мог. Но зато научился пилить, строгать. Вот сюда кликайте и смотрите ролик про дачу моего деда. Настоящего полковника.